Продолжение следует... Наречие отвечает на вопросы «к», «где», «куда», «откуда», «когда», «почему», «зачем», «насколько» и другие. Бежал как? Быстро. Выучил когда? Вчера. Повернул куда? Направо. Наречие – это неизменяемая часть речи, именно поэтому у наречия нет окончания. В предложении наречие чаще всего является обстоятельством. Теперь давайте разберемся, какое мы окончание должны будем написать у имен собственных в форме творительного падежа. Здесь важно знать, что обозначает это имя собственное. Если имя собственное – это наименование географического объекта, то в форме творительного падежа мы должны будем написать окончание «ом». Посмотрите. Киров – название города. Пролетать над чем? Над Ки-ро-вом. В форме творительного падежа у этого имени собственного, являющегося названием города, мы должны будем написать окончание «ом». Если это имя собственное является русской фамилией, то в форме творительного падежа мы должны будем написать окончание «ым». Киров – фамилия. Познакомиться с кем? С Ки-ро-вым. Поскольку это русская фамилия, то в форме творительного падежа мы должны будем написать окончание «ым». Исключение составляют иностранные фамилии. Фильм с кем? С Чарли Чаплинном. Теперь давайте вспомним о том, когда мы ставим запятую перед союзом «и». Запятая перед союзом «и» ставится, если этот союз соединяет части сложного предложения. На берегу стояла высокая башня, и солнце отражалось в ее узких окнах. Это предложение сложное, состоит оно из двух частей, в каждой своя грамматическая основа. Башня стояла, солнце отражалось. Часть этого предложения связывает союз «и». Вспоминаем, что такое предложение называется сложносочиненным. И в этом случае перед союзом «и» мы должны поставить запятую. Запятая перед союзом «и» не ставится, если он одиночный и соединяет однородные члены предложения. На берегу стояла высокая башня и отражала солнечный свет своими узкими окнами. Это предложение простое, в нем одна грамматическая основа, но оно осложнено однородными сказуемыми. Башня что делала? Стояла. Башня что делала? Отражала. Однородные сказуемые соединены одиночным союзом «и», перед которым запятая не ставится. Продолжение следует... Продолжение следует...